Так, друзья, всем самого добрейшего утра. Мы на канале «Строя дом своими руками». Сегодня у нас здесь такой бедлам в очередной раз, потому что у нас большие грандиозные планы. Посмотрите, сколько я всякого барахла в дом натащил с целью в Жениной студии сделать сегодня интереснее и красивее. В общем, для тех, кто не в курсе, мы построили студию. И пока она находится вот в таком виде, не совсем завершенном. Сегодня мы сделаем супер классные потолки. Они будут парящие, они будут натяжные, они будут с трекинговыми светильниками. Но есть одна небольшая проблема. Я никогда в жизни этим не занимался. То есть сегодня для меня это первый раз. Но у меня есть один большой козырь в рукаве. В виде моего коллеги по цеху, блогера Михаила, который много лет уже профессионально занимается потолками. И к концу нашего диалога, если даже и останутся вопросы по монтажу, то крайне незначительно, и мы их легко разберем в комментариях. Поехали. Звоним. Привет, Денис. Михаил, приветствую, рад тебя слышать. Мы тут с ребятами хотим задать ряд вопросов. Если не против, выручишь нас. Привет, уважаемые зрители. Конечно, чем смогу, помогу. Но, конечно, буду делать это онлайн. Давайте, задавайте свои вопросы. Сегодня новый формат. Во время диалога я буду сразу же показывать результаты нашего общения. Итак, про инструмент для работы. То, что по твоему совету могу или, правильнее сказать, должен сделать самостоятельно каждый самостройщик. Расскажи, пожалуйста. Смотри, основной инструмент я даже считать не буду. Ну, то есть, это перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень и так далее. Молоток, пробки. Это все, ну, по умолчанию должно у тебя, либо у зрителей быть. Что нужно специфического для того, чтобы установить начинной потолок? Начинной потолок необходимо развешать перед тем, как его натягивать. Для этого можно использовать вот такие вот зажимы, называются. То есть, они в строительных магазинах продаются. Есть поменьше, есть такого размера. То есть, покупаете вот такой вот зажим, делаете отверстие. И затем, вот это, по-моему, называется стяжка груза. То есть, вот здесь такой крючок и она сама резиновая. Обычно крючок с двух сторон. То есть, разрезаете пополам, в отверстие вставили, сделали узелок. Все, у вас вот такая прищепка готова. Устанавливаете прищепки по углам и прицепляете к ним натяжной потолок. Все, он у вас установлен. И вот так гораздо удобнее греть. Второй специфический инструмент, это то, чем ты будешь заправлять сам натяжной потолок. Есть, конечно, специальные лопаты, но так как это, так скажем, разовая акция у тебя, да, что ты делаешь себе натяжной потолок, ты же этим постоянно не будешь заниматься. Особого смысла тратить на какие-то фирменные лопатки смысла нет. Можно сделать лопатку самому. То есть, берем, это обычно кельма называется, либо мастерок, можно такой, можно поуже. Но, друзья, обратите внимание, то есть, видите, здесь есть две точки крепления, и это достаточно слабо. То есть, если дать большое напряжение, может отломаться. Вот у меня как раз такой вариант, и вы можете стену себе повредить, и потолок порвать. Лучше искать такой, чтобы он был полностью проварен. То есть, он уже не сломается. Отлично, это понял. Действительно, оказалось, это не так сложно. Но есть одно но. Согнуть каленый металл на шпательке, вот на этом, оказалось, ну, такое себе удовольствие. И вот на мастерке, который меньше размером, мне пришлось сгиб потом проварить, потому что он треснул. Хорошо, допустим, оборудование у меня готово. Теперь мы с Женей выносим все из комнаты, подготавливаем ее к работе. Я приношу софиты и стремянки. И, кстати, позже я пойму, что тянуть потолок со стремянки – такое себе удовольствие. Надо еще пару слов сказать, что студия – это действующая. Женя уже месяц занимается заказами. И мне пришлось ее ненадолго выселить. Но так как есть записи, у меня всего лишь один день. То есть, друзья, я никогда в жизни не занимался потолками, и у меня есть один день. Понимаете, о чем я? Скоро все увидите. Михаил, скажи, правильно ли я понимаю, что следующим этапом я делаю разметку на потолке всей будущей нашей инфраструктуры? Вентиляция, проводка, треки и так далее. Да, в принципе, верно. После того, как у тебя есть уже весь инструмент, которым ты будешь монтировать натяжной потолок, необходимо понять еще, что будет располагаться на этом натяжном потолке. То есть, если есть вентиляция, нужно понять ее диаметр, подготовить закладную необходимого диаметра. Также нужно приобрести термокольцо, которое будет клеиться, чтобы вы смогли вырезать этот необходимый диаметр. В общем, нужно понять все, что будет располагаться, либо крепиться к вашему потолку. Кстати, для работы с профилем вы можете использовать простую болгарку. Но так как у меня две торцовочных пилы, грех было их не использовать. А только у меня сомнения, Михаил, подойдет ли стоковый диск, который шел вместе с торцовочной пилой? По-моему, он по дереву. Профиль для ночных потолков есть алюминиевый и пластиковый. ПВХ профиль мы не берем, так как делаем себе, чтобы было получше, покрепче. Алюминиевый профиль можно пилить хоть болгаркой, но тогда будут достаточно большие заусенцы. Их необходимо будет зачистить можно ручной ножовкой. Но тут, опять же, смотря, что вы будете делать. Если это, к примеру, парящий профиль, то там необходимо использовать торцовочную пилу. Если у вас есть торцовка, то необходимо приобрести диск по алюминию. То есть там много зубов. И смотрите, чтобы было написано, диск можно использовать для мягких металлов. То есть там для алюминия. Это бывает универсальный диск. Но обязательно смотрите маркировку. И зубов там приблизительно бывает. Бывает 60, если у вас маленький диск. Да, какой-нибудь 216. Либо если диск 250, то там уже около 100 зубов. Так, теперь у меня вопрос. Закладные под вентиляцию. Я не нашел в магазине, но видел, как ребята вырезают их из фанеры. Думаю пойти тем же путем. Сделаю фанерные кольца. А для фальш-вентиляции сделаю специальную полочку, на которую мне будет удобно положить потом блок питания. И все, что необходимо для светодиодной ленты. Я ее сейчас вырежу торцовкой и обработаю на гриндере. Завальцую углы. Михаил, хороший вариант, что скажешь? Клевое решение. Сделать закладные с фанерой. И с фанерой они более прочные, чем те, которые продаются, так скажем, в магазинах. Они сделаны из пластика. И все-таки пластик, когда в него закручиваешь саморез, он где-то может лопнуть. И с фанерой все-таки будет более надежно. И так как натяжной потолок это все-таки тонкий материал, то края, вот как раз ты сказал про то, что пройдешься все края гриндером, это прям будет в самый раз. Все края нужно пройтись, закруглить. Можете взять наждачную бумагу. То есть все проходите, чтобы края у вас были гладкие. А если угол будет острый, не дай бог потолок будет туда-сюда ходить или во время натяжки вы там зацепите, можете порвать полотно натяжного потолка. Отлично. Мы твердо решили, что в первый свой опыт будем пробовать накладные треки. Позже, если я пойму, что это мне под силу, то в других комнатах мы с Женей уже попробуем сделать что-то посложнее. Посоветуй, пожалуйста, какие лучше заложить закладные под них и вообще есть ли какие-то подводные камни. Накладная трековая система, самая простая в монтаже. Тут ты прав. Главное под нее сделать закладные. Самый простой вариант – это взять брус. Можно взять шириной 40. Но тут, ребят, сразу же очень хорошо, то есть правильно выставляете данный брус там, где вам нужен трек. Потому что брус достаточно узкий и сыграть расположением трека вы потом не сможете. То есть это сразу же учитывайте. Установить вы его можете на подвесы, к примеру, для гипсокартона, но лучше брать тогда жесткие подвесы, они есть разной толщины. Если вы возьмете жизненький, то можете, когда прикручивать трек, сильно надавить и закладная у вас уйдет. Либо можете закрепить на уголки к вашему потолку. Главное, чтобы конструкция получилась у вас достаточно жесткая. И не забудьте про выход провода. То есть там, где вы будете запитывать свой трек, обязательно сделайте отверстие необходимого диаметра, где вы будете выпускать провода. Не забывайте. Кстати, я придумал хитрый ход, когда я еще только начинал штукатурку. Я профотографировал все места, как и где проложены провода по дому. Это здорово выручило. Интересно, как ты решаешь этот вопрос на объектах нестандартных, которые ты видишь впервые, особенно частные дома, например. Электропроводка – это прям больное место всех потолочников, потому что профиль крепится достаточно часто. И если заказчик не знает, где там идет электропроводка, то потолочник, естественно, сам тоже этого не может знать. Да, есть различные приборы по определению, но они, знаете, бывают врут плюс-минус 5 сантиметров. Обычно смотрим, где расположены розетки, над ними не крепимся. Смотрим, если это панельный дом, что там идут плиты перекрытия. Если есть люстра, плита лежит вот таким образом. Значит, там где-то будет спускаться провод. То есть, примерно вот таким образом мы определяем. Но лучше всего, конечно, как ты сделал, все это фиксировать и оставить себе это потом тебе тоже, естественно, пригодится. Итак, следующий этап. Я тяну проводку по потолку. Здесь, кстати, меня здорово выручил пистолет по бетону. Я не предполагал, что мне начнет нравиться эта работа. Обычно это пыль, грязь. Вопрос, могу ли я позже также зафиксировать багет к стенам? Ну, очень уж удобно работать пистолетом. Да, газовый пистолет это прям тема. Особенно, вот как ты использовал потолок. Это прям офигенно. Единственное, что в стену, ну, я не люблю, если честно. Вот именно я. Многие потолочники пользуются. Мне не нравится это тем, что если у тебя профиль, к примеру, сдвинется во время выстрела, то потом куда-то сдвинуть профиль уже будет плохо. То есть между собой делать стыковку проще, когда ты используешь дюбель и саморез. Не дюбель, гвозди. Дюбель, гвозди использовать не надо. Только отдельный дюбель и саморез. Ты можешь открутить, подрегулировать выше-ниже, немножко, конечно. И затем закрутить. Также, если, не дай бог, у тебя неизвестная проводка, ты попал в проводку этим гвоздем, то ты почти 100% пробил. Нужно демонтировать весь профиль, а он у тебя прибит гвоздями. То есть ты его как-то расшатываешь, выдергиваешь. Вот в стену, в стену именно крепить профиль мне лично не очень нравится. Я бы крепил все-таки дюбель и саморез. Следующее, что я делаю, это монтирую закладные на потолке для треков и для вентиляции. Я делаю это крепко, но чтобы была возможность поправить, если что, как ты советовал. Тут, в принципе, все понятно, но если есть что добавить, то буду очень признателен. Смотри, небольшое добавление информации про закладные. Их можно крепить либо жестко в уровень, чтобы они были установлены, либо чтобы они могли регулироваться. Если мы их устанавливаем жестко, то полотно натяжного потолка будет немного притянуто. То есть потолок, он при любом раскладе немного, но провисает. А вы установили закладную в уровень. То есть полотно у вас получится ниже, и потом вы его подтянете. Если у вас глянцевое полотно, то это будет очень сильно видно. На матовом этого практически не видно. Либо можно сделать, чтобы закладная двигалась. Тогда мы подвес сгибаем кормушкой, и у нас есть небольшой ход вниз и вверх. Вы можете установить немного ниже ваши закладные, и затем после натяжки потолка, если закладная выделяется, вы небольшими ударами ее поправляете вверх. Но подвесы нужно тогда использовать прям жесткие, чтобы после того, как вы подбили, у вас не оттянуло вниз. Ну, трековая система, в принципе, легкая, так же, как и вентиляция. Вниз она особо не утянет закладную. Что я делаю дальше? Я соединяю провода, паяю их, потом использую тряпочную изоленту, вот эту советскую, и потом СИЗ. Побоялся использовать ВАГа, так как больше туда не будет доступа, и хочу также услышать твои мысли, как эксперта. Тут вопрос, конечно, сложный и с подковыркой, потому что все делают, как хотят. Кто-то доверяет скруткам, кто-то опрессовке. Ну, так как опрессовки у тебя нет, то ты ее сделать не можешь. ВАГа. ВАГа можно использовать только если у тебя есть доступ туда. То есть, если бы у тебя было несколько светильников, ты от светильника к светильнику сделал, у тебя это в доступе, ты можешь светильник вытащить, ВАГа поменять. Тогда да. Ну, в принципе, у тебя мощность там небольшая, тем более спаял. Кто-то говорит, что если это будет греться, то все это олово вытечет. Ну, я думаю, ничего страшного не будет. У меня, например, есть сварочный аппарат для медных скруток. Я свариваю. Это, конечно, будет еще надежнее. Ну, и у тебя все сделано прям с запасом прочности. А потолок хотим делать парящий. Слышали про алюминиевые крепкие системы, но ценный обычно космос. А пластик – это хрупкое и вроде как несерьезно. Уверен, у тебя же есть наработанные варианты. Можешь ли ими поделиться? Слушай, на самом деле парящих профилей достаточно много. Многие компании хотят сделать данный продукт как можно дешевле. Ну, для того, чтобы потолочники их покупали, соответственно, больше зарабатывали. Они хотят купить как можно дешевле продукт, да, и подороже установить заказчику. Но так как ты делаешь себе, все-таки хочется сделать покрепче, тем более ты экономишь на работе, поэтому материал нужно взять получше, я считаю. Себе, смотри, я делал вот таким вот профилем. Это профиль Феникс. Он достаточно широкий и глубокий. У него большая толщина алюминия. Он офигенно крепкий. И у него в чем фишка, что еще закрывается то место, куда заправляется натяжной потолок. И его надо использовать, где есть внешние углы. То есть на внешнем углу у тебя просматривается как раз вся внутрянка. И если не будет вот это закрываться, то там так себе смотрится. Вот, но так как у тебя внешних углов нет, данный профиль все-таки достаточно дорогой. И парни сделали немного, видишь, уменьшенную версию. И у нее нет вот этой вот закрывашки. Но, соответственно, этот профиль стоит дешевле. Толщина алюминия у него такая же. Он немножко уже и немного глубина у него меньше. На 5 миллиметров всего разница. Но в цене он гораздо дешевле. Вот, называется он Феникс Опти. Я бы вот тебе порекомендовал вот такой вот профиль использовать. И заглушка для светодиодной ленты в нем тоже присутствует. Ровные отверстия под дюбели можно легко сделать простым шуруповертом. Алюминий несложно поддается обработке. Но было грех не воспользоваться таким вот чудо-девайсом вкупе со скоростной дрелью. Я немножко потом подшлифовал пропилы на профиле. После монтажа еще это подработаю. Делаешь ли ты какие-то процедуры с профилем после заполнения на нем углов и зашлифовки заусенцев? Заусенцы, конечно же, как ты верно подметил, необходимо зачистить. Дополнительно можно покрасить торец, то есть то место, где вы сделали спил, в цвет профиля. Если вы используете черный профиль, покрасьте его в черный. Если белый, можете покрасить в белый. Делается это для того, если у вас будет какая-то неровная стыковка, либо щель, чтобы у вас там алюминий не блестел. А так у вас будет сильно отличаться, если вы допустите какую-нибудь щель. Кстати, щели в белом профиле вы можете забить корректором прямо вот с наружной стороны. У вас небольшая щель получилась, вы потом кисточкой тык-тык-тык прошли, у вас корректор туда прошел, в эту щель, и у вас все получилось замечательно. Даже не будет видно шва. Теперь вот такой вопрос, как правильно намечать на стене багет? Я прикладываю багет по лазеру к стене, маркером через просверленные отверстия делаю отметки, потом убираю багет, буром с пылесосом бурю отверстие на 6 мм, потом ставлю багет на место и пробиваю пластиковый дюбель. Правильно ли я делаю или есть методика какая-нибудь другая? Тут можешь действовать на свое усмотрение. Потолочники тоже используют разную методику. Кто-то устанавливает профиль сразу же по лазерному уровню. Я люблю сделать отбивку шнуром, чтобы лазер не слепил в глаза, поэтому я делаю отбивку шнуром и устанавливаю профиль по верхней вот этой стороне. Кто-то использует сразу же установленный лазер и по низу равняет. Также я, к примеру, креплюсь, не убирая профиль. Отверстие насверлил диаметром 6 мм, сразу же используя бур, 6 мм сразу делаю отверстие и пылесос держу вот здесь сверху над профилем. Кто-то убирает профиль, как сделал ты. Можно делать и так, и так. Кстати, в твоих роликах я много раз видел, как ты клеишь угол, потом его чем-то брызгаешь. Расскажи, пожалуйста, про клей. В основном все углы на парящих профилях и не только дополнительно склеиваются. Когда получился какой-то небольшой зазор, этот зазор необходимо закрыть, потому что низ, где перегибается полотно, должен прям быть идеальный. Там не должно быть никаких щелей. И быстрее всего это сделать двухкомпонентным клеем. То есть поищите его в строительных магазинах. Называется он двухкомпонентный клей для МДФ в основном. То есть для МДФ это производитель Титан. Есть еще, по-моему, производитель Фикс называется. То есть ищите двухкомпонентный клей. Там идет в баллончике отвердитель и идет такой, как суперклей, только он как гель. То есть суперклей, он очень жидкий, если вы его намажете, он, скорее всего, у вас убежит и капнет. А который идет в комплекте, он такой более густой и стекает медленно. То есть вы успеете пшикнуть, чтобы он затвердел. Мы тут на днях с Женей купили тележку Greenworks для перевозки грунтом. Может быть, видел у меня в Телеграме или в шорцах. В коробке там были картонные такие уголки 5х5. И я не нашел ничего проще, как взять их, подставить вот так друг к другу. И вот по этому краю просто карандашом сделать пометку. И когда я отвел, у меня получились два ровных угла, которые я просто выставил торцовку и их отпилил. Скажи, как ты обычно замеряешь нестандартные углы? Каким образом? Я думаю, основная масса потолочников подбирает данный угол на торцовочной пиле. То есть обычно каких-то прям хитрых-то углов нету. То есть это либо почти 90 градусов, либо поворот, как у тебя, под 45 градусов. Если 45, значит пилим 22,5 градуса. Но лучше всего иметь, конечно, электронный угломер. Далее я иду периметр и по ходу решаю вопросы по закладным. И вот как раз сейчас в кадрах вам покажу, как я навешиваю вентиляцию и фальш-вентиляцию. Теперь можешь ли дать какие-то рекомендации, что в первую очередь важно учесть при монтаже багета? Профили тебе, конечно же, придется стыковать между собой. Если брать данный профиль, то для стыковки здесь есть вверху паз. И для стыковки ты можешь использовать хоть что. Вот, к примеру, у меня уголочек есть. Ты можешь уголок сюда вот так вот воткнуть. И следующий профиль у тебя уже состыкуется в одну плоскость. То есть задняя часть уже будет состыкована. Переднюю часть ты уже сводишь, так скажем, руками, чтобы у тебя низ обязательно сошелся. И берешь какую-то пластину. Если стыковка по прямой, берешь пластину, но закручивать нужно только в нижний паз. Видишь, тут если в верхний будешь крутить, то попадешь в то место, где надо будет клеить светодиодную ленту. Вот в этот нижний паз вкрутишь и стыкуешь. Если это поворот, какой-то угол, то просто берешь уголок точно так же и стыкуешь. То есть у тебя идет стыковка вот здесь, сверху по горизонту. И также дополнительно ты связываешь между собой все это уголками либо пластинами. Если у тебя под 45 градусов, то там, скорее всего, тебе нужно будет купить пластину и ее загнуть, когда ты жестко свяжешь. Либо, опять же, если у тебя есть хороший подвес, жесткий, толстый, ты можешь использовать даже подвес для связки по вот этой плоскости. Также стыки и углы профиля, если у тебя получилась небольшая щель, то ты можешь использовать, к примеру, на белом профиле корректор, обычный штрих, покупаешь. И с наружной стороны тебе нужно заделать только вот этот стык, потому что снизу будет видимый только он. То есть ты кисточкой вот отсюда побольше нанес, он сюда протек, в эту щель и снизу щели уже не будет видно. То есть стык у тебя получится невидимый. Ну, точно так же и в углах. Еще, если ты клеем заделаешь какой-то стык, для перегиба это пойдет. Но, так как у тебя здесь будет подсветка, а все-таки клей вот этот двухкомпонентный, он прозрачный, то свет у тебя будет пробивать за полотно. За полотно нельзя, чтобы проникал вообще какой-то свет. Ты опять же можешь либо корректором замазать, да, через него свет не пройдет, либо можешь алюминиевым скотчем залепить. Главное, чтобы свет не попадал за полотно, потому что полотно тогда будет просвечивать. В нашем потолке светодиодная система. Расскажи о ней, где лучше ее взять и что мне понадобится. До этого я брал систему в городе, но не сказал бы, что мне прям супер зашло. Блок питания постоянно, там вентилятор работает, что-то посвистывает, не такое, ну, не получил я удовольствия от него. Посоветуй что-нибудь такое прям топовое, чем пользуешься. Для парящего потолка тебе всяко понадобится светодиодная лента. На ленте я бы тоже не стал экономить, потому что если взять самую дешевую ленту, она 100% прослужит гораздо меньший срок, и менять там ее потом не очень хорошо. Точно так же и источник питания должен быть достаточно хороший, потому что зависит не только от самих светодиодов, зависит еще от самой, так скажем, токопроводящей подложки, от того, как это все реализовано, как вы можете припаять туда провода, и какого качества подается само питание от блока питания. То есть можно взять плохой блок питания, который испортит вашу ленту. И я вот недавно ездил в Казахстан, там все парни прям вот кайфуют от ленты. Вот они порекомендовали мне вот такую ленту. 5 лет гарантии на нее. Это казахский бренд. Сейчас я тебе поближе покажу. Вот посмотри, как все исполнено. Видишь, каждая часть, где можно резать ленту, она сразу же залужена. То есть припаяться тебе будет гораздо легче. У нее такая большая крепкая основа. Но тебе, конечно, такую широкую ленту не нужно применить. Мы тебе подберем ленту поменьше. Также скотч используется у нее хороший фирменный 3М. В ленте, в недорогой, еще какой минус, что она может отклеиваться. Так как скотч используется плохой. И это как бы вообще не вариант, когда лента отклеится, во-первых, за свет, у тебя сам поменяется. И у ленты пропадет охлаждение. В светодиодной ленте все-таки нужно охлаждаться, тогда она прослужит дольше. Соответственно, использование качественного скотча на ленте, это тоже важный момент. Также у этой ленты еще хороший сериай. То есть это цветопередача. Здесь она более 90. То есть у тебя при включении парящего потолка стены могут заиграть прям другим цветом. Ну и Ledman также выпускает блоки питания под своим брендом. Такие хорошие, качественные, увесистые. Причем на нем здесь сразу можно немного диммировать саму ленту. То есть выбрать там 25%, 50%, либо 75% мощности вот этими переключателями. Но прежде чем все это устанавливать, я рекомендую собрать это сначала на столе. То есть 220 пришло у тебя в блок питания. С блока питания у тебя это ушло на диммер. С диммера это ушло у тебя на светодиодную ленту. Ты все это подключил на столе, проверил. Правильность работает, что все включается, все выключается, все диммируется. Все окей. И тогда уже ты все это переносишь уже на потолок и клеишь светодиодную ленту. А то можно все сделать и потом оп, что-то не получилось. А еще если натяжной потолок натянул, то все туда уже никак не подлезть. В общем все лучше проверить несколько раз. Тут на столе, потом после того как установили. И можно еще на всякий случай перед натяжкой вот прям контрольный разок все проверить. Вот кстати покажу тебе еще одну ленту тоже этой фирмы. Смотри какие здесь большие дорожки для того, чтобы ты мог припаяться. Также если ты держал в руках какую-то недорогую ленту, как я тебе уже говорил про само основание ленты. То есть ты держишь, она так не мнется. То есть ты чувствуешь, что там мощь, мощь в этой ленте расположена. А вот эта лента чем интересна, но я тебе не стал такую предлагать. Еще если честно сам не пробовал, мне вот ребята как раз на пробу прислали. То есть она при диммировании уходит в теплое свечение. То есть когда свет маленький тебе нужен, он еще и становится более теплым. Чуть ли не как свечка такой, аж прям желтый при желтый. Вот хочу попробовать такую дома где-нибудь себе тоже установить. Посмотреть. Вроде как приятно же спать при теплом свете. А когда вы ее включаете на всю катушку, она становится нейтрального цвета. Вот тоже такой интересный вариант. Может потом, кстати, и ты себе где-нибудь такой применишь. Монтаж начинаю я с ленты, правильно? Сверлю отверстия, потом... Вообще какие потом шаги дальше? Для того, чтобы светодиодная лента у тебя служила дольше и светилась вся равномерно, тебе лучше запитать ее с двух сторон. То есть вот она 5 метров идет. Сначала запитать и с конца. Затем идет следующий кусок светодиодной ленты. Смотри, в парящем профиле сверлишь отверстие. Там 10 или 12. Выпускаешь сюда провод. Это у тебя начало ленты. Затем погнал, 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 клеишь. Кусочек не доклеиваешь. Смотришь, где кончилась у тебя лента, где у тебя уже пошел провод. Сверлишь еще одно отверстие. Выпускаешь конец первой ленты. И впускаешь туда начало второй ленты. И дальше погнал, погнал, погнал. Делаешь отверстие. Это у тебя будет следующая уже лента. Это будет конец второй, начало третий. И потом все эти концы запитываешь. Вот тогда у тебя лента будет работать долго и светиться равномерно. Все получилось. Теперь, пожалуйста, поругай меня или одобри мое решение. Появилась такая мысль прокладывать проводку для дальних кусков ленты прям по алюминиевому профилю. И приклеивать этот профиль клеем, который ты посоветовал, Титан. С расстоянием каждые 50 см, например. Этим ты действительно упростил себе задачу. Почему бы и так не сделать? Если честно, так не делал пока. Но это прям идея на заметку тут. Плоскость достаточно большая. Положили провод, приклеили. Блин. Почему нет? По рассеивателю я смотрю, стена нигде не бугрится. Ну, по цвету. Цвет ровный. И вот серьезно, он вообще нужен, рассеиватель? Ну, как по мне, рассеиватель обязательно нужен. Ты вот попробуй воткнуть кусочек рассеивателя и посмотреть, как смотрится стена без рассеивателя и стена с рассеивателем. Там, где рассеиватель есть, свет идет такой более мягкий. Ну, мне с рассеивателем нравится гораздо больше. Пришло время натяжки потолка. Честно скажу, боялся. До сих пор к этому отношусь крайне трепетно. И, кстати, друзья, если будете делать сами, без замерщика, то замеры нужно снимать не просто по всем углам, но еще нужно от каждого угла сделать луч по диагонали в противоположную сторону и эти все замеры тоже снять. У меня получилось все углы и плюс вот от этого поворота над дверью еще стрельнули два луча. И также вы еще должны сообщить в компании, в которой будете заказывать полотно, какой тип багета вы будете использовать. То есть это теневой шов, например, парящий профиль или это простой стандартный багет. Не знаю, нужно ли это, но хуже не будет. Михаил, а теперь расскажи, пожалуйста, почему используешь именно этого производителя в своей работе? Полотно для натяжного потолка. Давай мы тебе тоже выберем оптимальный вариант, так как у нас вся сборка такая оптимальная, чтобы все было зачетно и качественно, но тем не менее по бюджету тебе не сильно било. Я бы тебе рекомендовал использовать полотно Перфект. Есть полотна, которые такие, знаешь, более желтые, такой молочный оттенок, либо есть такие прям супер белые, аж в голубой уходят. Вот Перфект он как раз что-то такое средненькое, нейтральный белый цвет. Мне прям такой цвет заходит. Плюс оно не сильно тонкое, оно такое достаточно плотное, это тоже плюс. И еще матовость. То есть сейчас такая тавтология, матовое полотно, оно должно быть все-таки матовым. Чем оно более матовое, тем лучше. И у меня вот дома установлено несколько полотен от разных производителей. И вот смотришь, все-таки вот Перфект он обладает более матовым таким оттенком. То есть окно в нем меньше отражается. Ну в матовом, естественно, не должно у вас ничего отражаться. Но тем не менее сама вот эта шагрень, она у разных производителей разная. И как бы чем толще полотно, тем больше возможно сделать эту шагрень. Вот давай, моя рекомендация, будем у тебя использовать полотно Перфект. Я понял, что эту работу я точно не смогу сделать в одиночку. И Женя мне тут не сильно поможет. Хотя бы даже из-за ее роста. Я решил позвать соседа Дениса. И надо сказать, позже я понял, что сделал это правильно. Один бы я точно не смог. Михаил, подскажи, натяжка потолка. Что, зачем идет? Кто тебе, вот конкретно тебе помогает в этой работе? Натяжку, конечно, проще делать вдвоем. Особенно, если вы только начинаете. Я-то в основном работаю один. Поэтому мне никто не помогает. Мне помогают специальные прищепки. Называется третья рука. Там есть механизм, что вы можете подтягивать полотно. То есть погрели, подтянули. Потом уже лезешь на стремянку и заправляешь. Если вы работаете вдвоем, то какой план действий? Вы греете какую-то часть полотна. Вы можете либо прогреть все полотно. И потом подходите к какому-то углу. Этот угол погрели. Ставите, к примеру, две стремянки. Либо там козелок. Не знаю. Либо вы с табуреток достаете. Один человек берется подальше от угла. То есть, к примеру, по полметра. Взялся и подтягивает к вам угол. А вы вот здесь вот лопаткой аккуратненько заправляете. То есть, чтобы у вас на углу не было напряжения. То есть, если вы сами тянете, у вас все полотно тянет назад. Вам нужно и тянуть, и заправлять. И плюс об угол вы еще можете порвать. А тут человек, который находится сзади вас, он подтянул. У вас там напряжения нет. И вы спокойненько себе заправляете. В какой-то момент мы въехали в пене, разогревая комнату до 60 градусов. Мы резко ощутили, что глаза начинают слезиться. Появился какой-то кашель и удушье. Я в моменте вообще подумал, как это потолочники выполняют заказы. Вы каждый раз так себя травите? Скорее всего, тебе просто попался плохой газ. Ну, это если ты заправлялся недавно. Потому что начинает резать вот глаза. Это в основном, когда зимой ты заправляешься. И остатки с баллона не выливаешь. То есть, в основном потолочники поработали несколько раз. Я имею в виду несколько заправок баллона. Потом баллон переворачиваешь. Все остатки стравливаешь. Заправляешься в пустой баллон. То есть, либо у тебя много этих остатков в баллоне. Либо же, если ты недавно заправлялся. Может быть, на заправочной станции был такой вот, ну так скажем, плохой газ. Да, который плохо горит. И при этом у тебя перехватывает дыхание. У тебя слезы в глаз, как будто ты режешь лук. Нет, конечно, потолочники всегда так себя не убивают, так скажем. Но, если такой газ попался, ну что теперь делать? Ребята, мы победили. По-моему. Дэн, ну тебе благодарность вообще. Я хочу сказать, что мы вообще не имеем никакого опыта. Ни Денис, ни я. Просто вот два соседа взяли и сделали. Ребят, у вас все получится. Теперь, Михаил, поговорим еще про треки. Мы с Женей выбрали тип и форму уже. Я тебе ее показывал. Можешь ли порекомендовать завод-производитель, чтобы это было по приемлемым цене и качеству? По производителю, раз мы с тобой идем по оптимальному варианту, чтобы особо не кусало тебя за кошелек, у меня тут было видео, присылала мне фирма DATS кучу различных светильников, в том числе и трековые они сейчас начали делать. По качеству мне понравилось. Корпус у них алюминиевый, соответственно, светодиоды там будут охлаждаться. Я бы на твоем месте взял вот что-то вот такого плана, светильники. То есть он устанавливается в трек, ты его можешь крутить в какую-нибудь сторону, направлять. Ты его поставил, защелкнул. Есть вот 20-ти ваттный, есть 30-ти ваттный. Вполне достаточно для освещения твоей комнаты. К примеру, не знаю, 4 вот таких взял, будет прям за глаза. Монтаж треков и вентиляции требует сделать отверстие через полотно. Вопрос. Нужно ли клеить в местах протыкания шурупа какой-то проходной элемент или это уже лишнее? Там, где саморез будет у тебя проходить через полотно, полотно желательно все-таки усилить. Сделать это можно несколькими способами. Либо покупаешь небольшое термокольцо, приклеиваешь его на полотно и внутри уже этого кольца, этого диаметра закручиваешь саморез. Либо можно наклеить еще один слой такого же полотна. Делать это можно на суперклей. Либо можно использовать армированный скотч. Опять же, хороший надо брать. Либо, если уже вообще ничего нет, вы можете взять лейкопластырь. То есть лейкопластырь достаточно плохо рвется и он своим телом защитит полотно от того, чтобы оно разбежалось от самореза. Но, опять же, тут зависит от самого полотна. Если брать какое-то прям недорогое полотно, то оно, естественно, более тонкое, менее прочное и оно легче разойдется. А то полотно, которое мы будем использовать, полотно Перфект, так как оно более плотное, можно, конечно, прям не армировать, но все-таки я бы перестраховался. Можешь, как я сказал, взять суперклей и еще один кусочек сделать. То есть там, где будет саморез, у тебя будет два слоя полотна. Михаил, благодаря твоим рекомендациям и советам, мне было крайне удобно монтировать потолки. Уверен, мои зрители, посетив канал Михаил Мищенко, найдут массу полезной информации. Я рад, что у тебя получилось все сделать. Также рад, что ты доволен результатом. Надеюсь, твои зрители поняли, как можно сделать парящий потолок своими руками. У меня на канале, конечно же, гораздо больше видео по натяжным потолкам. Там есть и тканевые потолки, и ПВХ потолки, и парящие, и теневые, и световые линии, и встроенные треки, и магнитные треки. То есть на любой вкус и кошелек. И ПВХ профиля там присутствуют для тех, кто хочет сделать себе экономно натяжной потолок. Если кому интересно, добро пожаловать на канал. Приходите, смотрите. А вообще такую консультацию я провожу, наверное, вторую. Ну, тут с ютубером-то это у меня первая консультация. А у меня вот был интересный опыт. Человек из другого города. Мы с ним созвонились по видеосвязи. Он все показал, свой объект. Я ему все укомплектовал, все отправил. Только где-то вот его записи потерялись. Он тоже хотел поснимать, как у него все вышло. Потому что у него это где-то там на Ямале все это стоит каких-то сумасшедших денег. А мы с ним вот так вот все это организовали. И тоже получили хороший результат. Но мы с тобой не прощаемся. Мы на связи. Впереди у меня еще весь второй этаж и цоколь. То есть это примерно 180 квадратных метров. Рад был слышать. До связи. Итак, братцы, я хочу вам показать, что у нас получилось. Давайте, чтобы было более понятно. Я вам вот кадрик резко показываю, как было, когда мы только зашли сюда с вами. И теперь назад включаю, как стало. Вот такие вот светильнички трекинговые. Вот такие вот паряшечки. Но это просто космический стиль. Это просто какой-то космос. Михаил, я не перестаю быть тебе благодарным. Я не перестаю быть благодарным ребятам, которые мне это все посоветовали и прислали. Помогли с выбором. Оперативно все это дело отправили. Друзья, вы знаете, что все ваши комментарии я читаю. Каждое мнение очень важно для меня. Ну, как минимум, это поддержка каналу. Как максимум, это совет, мысль. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Не знаю, лично я восхищен. Сейчас, через 23 минуты, у Жени будет новый клиент. Рад был вас сегодня видеть. Рад, что у меня все получилось за один день. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Михаилу на канал тоже. Welcome. Я надеюсь, твоим зрителям данное видео понравилось. Пока, зрители. Пока, Денис. До новых встреч. Пока. Все, пока. Пока.